Александр Ткаченко Александр Ткаченко Александр широко использует древние славянские символы в орнаментах своих работ. Каждый из этих рукотворных шедевров хранит тепло рук мастера, его позитивную энергию, душевную гармонию. Работы, созданные художником, излучают энергию добра и света, побуждают переключить внимание от повседневных забот и с головой погрузиться в мир прекрасного. Александр Ткаченко – участник выставок и ярмарок самых различных уровней. Его мастер-классы всегда привлекают внимание и собирают множество участников. Искусство владения живой глиной, которым владеет мастер – особое волшебство, и прикоснуться к нему мечтают многие. Александр планирует создать школу гончарного мастерства в Донецке для передачи своих знаний всем желающим. Он – гончар, хранитель секретов самого древнего, но, увы, угасающего вида прикладного искусства. Здраво, будьте люди добрые! Сегодня мы совершим удивительное путешествие в мир гончарного искусства. Зовут меня Александр Ткаченко, я – гончар. Сегодня мы с вами окунемся в невероятное путешествие по времени. И рассмотрим, как же работает гончар, с гончарным кругом. Немного посмотрим на инструменты и как происходит это действие на гончарном круге. Сегодня мы изготовим с вами Крымку, самый удивительный предмет славянской культуры. Предмет сам по себе уникален тем, что у него совершенные формы. Дорабатывать здесь ничего невозможно. Ну, это как бы… Если бы вы решили дорисовать что-то у березы, это также было бы кощунственно. Здесь присутствуют в этом предмете абсолютно все линии. И прямая линия, и парабола, и сферические какие-то части. Самые разные напитки в нем хранили. Ну, в основном, конечно, он предназначался для молока. Ценился этот сосуд по звону. Чем звонче звук был выше, тем предмет считался лучше. У Крымки есть, как и у человека, свои части тела, так скажем, назвали. Вверху венчик, потом идет шейка, потом тулово. Довольно-таки интересный предмет. Как же он создается? Гончар увлажняет руки. Кусочек глины вращается. И нажатием рук поочередно с наружной стороны или с внутренней стороны происходит формовка изделия. Гончар заранее знает, какой кусочек глины нужно взять и какой объем из этого кусочка глины выйдет. Гончары никогда, вообще никогда не делали никаких эскизов и чертежей. Вы нигде этого не найдете. Вплоть до того периода, когда появились уже какие-то артели, какие-то производства, где появился уже технолог, директор завода, художник. Именно с этого момента идентичность каждого мастера была потеряна, утеряна. Все пошло на поток. Ну и, конечно же, нужно обратить внимание, как эта крынька сделана. Покрыта она глазурью, не покрыта глазурью. Если глазурью покрыто стекловидное вещество, крынька считалась уже, ну, она теряла свой природный дар хранить продукт в нем, сохранять свежесть. Если же покрыт глазурью, вы полностью изолировали этот сосуд и свойства глины, конечно же, теряются. С этого куска глины я изготовлю крыньку объемом, ну, не меньше двух литров. Как это происходит? Гончар устанавливает в центр круга глину и движением рук к центру выводится огромный конус. После того, как конус вытянут, нужно делать такой себе пенечек. Все это мы сейчас увидим. После того, как глина будет отцентрована, в центре движения рук будут происходить снаружи, с наружной стороны сосуда или изнутренней. Вот так расположение рук будет. Кончики, пучки пальцев зажимают кусочек глины и этот кусочек глины поднимается точно вверх. Сразу нужно изготовить, я изготовлю сразу, цилиндр. И только после этого буду придавать необходимую форму нашей крыньке. В конце посмотрим, что из этого произойдет. Сейчас я руками сжимаю глину и она становится точно в центр. Гончар точно в центр нашей Вселенной. Гончар в это время становится не как бы, а именно творцом. Именно творцом становится. После того, как глина в центре, нам необходимо сделать донышко. Два больших пальца мы ставим в центр глины и делаем донышко. После изготовления донышка мы начинаем вытягивать цилиндр. Одна ладошка поддерживает длину снаружи сосуда. Вторая ладошка легонечко-легонечко нажимает на стенки сосуда и поднимается вверх. При этом нужно ладошки увлажнять. Но этот процесс нужно постоянно контролировать. Если изделие, сама глина будет перевлажена, форму она держать не будет. И изделие ваше рассыпется. Продолжение следует... После того, как вы изготовили цилиндр, нужно приступать к формовке изделия. Чтобы сделать сферическую поверхность, такую параболу, пучки пальцев внизу, в самом низу сосуда, внутри сосуда. Легонько-легонько нажимают. Абсолютно все движения очень нежные. Вы как бы дотраниваетесь к телу младенца. И ладошки идут вверх. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как вы удовлетворены этой формой, сферы, тогда начинаете уже делать верхнюю часть. Музыка Гончар точно рассчитывает размер сосуда и необходимое количество огни. Музыка Музыка Изделие можно сделать уже через год, при условии, что вы будете ежедневно этим заниматься. Как же снимается это изделие? Была какая-то нитка, леска, струна, любой вот такой предмет. Вот двумя палочками наматывали на пальцы и проводили по рабочей тарелке, где это крылька, кусочек глинки, глинки, глины установлены. И руки должны быть уже сухими непременно, чтобы не было пятен. И вы вот так отправляете это изделие сушиться. После просушки обычно от влажности воздуха 5-7 дней он просыхает, сразу венчик подсыхает, потом изделие переворачиваете вверх донышком и изделие досыхает. При необходимости здесь можно сделать ручку небольшую. Основные требования к этому сосуду. Рука должна свободно туда помещаться, ухаживать за этим сосудом и легко обхватывать, как женская, так и мужская ручка. После того, как изделием попользовались, их мыли щелоком, зола с печи, горчица, если рядом речка, водоросли, и переворачивали на тын в летнее время для просушки. Если это весенний-осенний период, тогда их сушили на грубах, на печах. И уже после полной просушки, медленной просушки, никогда и события не форсировали, изделие отправлялось в обжиг. Для обжига требовалось 2-3 ваза дров, ставили до 300 в зависимости от горна. Малые горны могли поместить 50 до 100 таких крынок. Большие горны уже до 300-500 таких крынок помещали. Обжиг длился не менее двух суток, и столько же потом горн остывал. Никто не открывал его, чтобы изделия не полопались. После этого изделие приобретало необыкновенный звон и служило людям несколько сот лет. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok